Привет, друзья! Ко мне пришел очередной шедевр от компании Fifine. И я даже не иронизирую, потому что все, что касается звука в соотношении цена-качество, это всегда к компании Fifine. Микрофон модель Tank 3. Ранее я уже использовал продукцию этой же марки, было много тестов, более доступных моделей по цене, но не менее интересных по звуку и качеству. Новый микрофон стоит почти вдвое дороже предыдущих, однако его цена не превышает 100 долларов, что вполне демократично для качественного звука. Давайте рассмотрим его ближе, послушаем на звучание и поймем для себя, стоит ли он своих денег, либо можно выбрать модель от Fifine подешевле. Подписывайтесь на канал, поехали! Микрофон упакован в экологически чистую коробку из переработанного картона, что является плюсом для репутации производителя, ведь сейчас все топят за экологию. Эта модель рекламируется как подходящая для подкастов, что подчеркивается ее лаконичным дизайном, отсутствием RGB подсветки и минималистичной комплектацией, включающей инструкцию, кабель USB-C-A и сам микрофон. В комплект не входит поп-фильтр, XLR кабель и подставка, что может считаться недостатком, так как придется докупать дополнительные аксессуары. Однако, как по мне, покупая этот микрофон, вы не переплачиваете за ненужные функции, такие как RGB-подсветка, а инвестируете в качественный продукт с превосходным капсулем и корпусом. Одним из преимуществ является наличие двойной резьбы 3х8 и 5х8, что упрощает подключение к различным стойкам без необходимости использования адаптеров. Качество изготовления микрофона впечатляет. Металлический корпус, тяжелый вес и ощущение дорогого изделия присутствуют. На корпусе расположена фиксированная ножка, а также кнопка Mute, работающая только при USB-подключении благодаря встроенной звуковой карте. При подключении через XLR эта кнопка неактивна. На боковой стороне микрофона находятся регуляторы громкости, наушников и мощности микрофона, которые также функционируют только при USB-подключении. На торце микрофона расположены разъемы для подключения XLR, USB Type-C и мини-джек. Микрофон хорошо смотрится на моей стойке, я покупал ее отдельно, мне нравится, увесистая, высокая, например для подкастов или стримов я считаю самое то. Микрофон работает по принципу Plug and Play. Говоря о характеристиках и качестве звука микрофона, его АЧХ демонстрирует относительно ровный график, что подтверждается качеством записи, с которым вы можете ознакомиться в этом видео. Ведь на протяжении всего видео, до этого момента, звук записывался на него без обработки. Также и дальнейшие некоторые видео, думаю, будут записываться на него, поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить эти видео. А вот сейчас звук с небольшой обработкой. Звук микрофона ровный, без явных провалов, перегрузов или пиков частот. Мне нравится его звучание прямо из коробки. Модель Tank 3 обладает, как я считаю, вполне сбалансированным звуком. Хотя я не профессиональный звукорежиссер, но для подкастов и ютюба этот звук, как мне кажется, отличный, даже без дополнительной обработки. Звук чистый и качественный. Подключение через XLR к звуковому интерфейсу показывает незначительное улучшение звука по сравнению с USB. Подключением звук через XLR кажется немного шире, но разница невелика. Тут уж по вашему удобству. Хотите записывать через отдельный звуковой микшер? Пожалуйста. Что касается направленности микрофона, капсюль расположен близко к корпусу, поэтому рекомендуется говорить не напрямую, а немного сбоку, либо отдаленно, чтобы избежать эффекта blow-up и записывать более чистый звук. При записи голоса сзади микрофона демонстрируется наглядно хорошая изоляция от посторонних шумов. То есть микрофон направленный, и все, что происходит сзади, не сильно попадает в ваш звуковой поток. Я не сравнивал его с более дорогими моделями, так как у меня их просто нет. И не думаю, что это как-то актуально, если ваша аудитория на ютюбе, например, не превышает 100 тысяч подписчиков. Если у вас вдруг возникнет желание дополнительно улучшить звук, то, конечно же, можно обратиться к сторонним приложениям для обработки звука. Например, сейчас последние пару минут я использовал встроенные в монтажку инструменты для редактирования звука, и голос стал будто еще интереснее и четче. Так что есть поле для экспериментов. В целом, Fifine Tank 3 оставил положительное впечатление, благодаря своему высокому качеству исполнения и отличным характеристикам звука. Он подходит как для профессионального использования, так и для любителей качественного звука. Напишите в комментариях, как вам новинка. Ссылку на нее оставил под роликом. Напишите свое мнение, обязательно обсудим. Спасибо за лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу в Telegram. Впереди будет много интересных новостей и обзоров. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok